Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Ленске осужден мужчина, который незаконно приобрел наркотическое вещество. Установлено, что мужчина, находясь в помещении неврологического отделения, умышленно незаконно приобрел путем покупки наркотическое вещество каннабис общим весом 11 грамм, а затем хранил его без цели сбыта. С учетом мнения государственного обвинителя, принимая во внимание положительные характеристики подсудимого, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приговорил его к лишению свободы на один год условно, с испытательным сроком в один год. Врезался в столб, не справившись с управлением. Авария с участием водителя автомобиля Toyota Probox произошла на седьмом километре Сергилявского шоссе. Состояние пострадавших оценивается как в средней степени у двоих и легкой степени тяжести у одного. Автомобиль принадлежит одному из частных охранных предприятий города. Следуя по седьмому километру Сергилявского шоссе в сторону города, не выдержал безопасную скорость движения и, не спорявшись с рулевым управлением, совершил съезд с дороги. После чего он наехал на опору освещения и далее автомашина по инерции откинула на ограду частного дома номер 37 по Сергилявскому шоссе. Прибывшая бригада скорой помощи, осмотрев водителя и пассажиров, доставила их в районную больницу, где водителю был поставлен диагноз ушибы головы и грудной клетки. Назначено амбулаторное лечение. А 41-летнему пассажиру, находившемуся в момент ДТП на переднем пассажирском сидении, поставили диагноз разрыв всей селезенки, рваная рана подбородка находится на стационарном лечении. Пассажиру, который сидел на заднем пассажирском сидении, 57 лет, поставили травму головы и также госпитализировали. В Якутске пожарные ликвидировали возгорание на станции скорой помощи. По данным МЧС, вызов поступил в 10 часов. В результате происшествия от огня пострадало 50 квадратных метров кровли. Автомобили не повреждены. По данным очевидцев, пожарные не могли доехать до места возгорания. В данном пожаре было задействовано 8 спецтехники и 33 личного состава. Причиной данного сгорания, данного пожара, предположительно, это короткое замыкание электропроводки. Изначально был указан адрес именно Петра Алексеева, 64-1, это адрес скорой. По выезду непосредственно по прибытии, выезжающие на место пожара, следующая техника, личный состав, они уже предположительно знали, где идет, исходя из виденного дыма. В Алдане сотрудники МЧС города провели соревнования по ликвидации последствий возможных аварий на объектах транспорта. В Алданском пожарно-спасательном гарнизоне прошел первый этап пятых соревнований название «Лучшая команда по проведению спасательных работ при ликвидации дорожно-транспортных происшествий». Перед спасателями стояли непростые задачи тушения пожара и электропроводки легкового автомобиля, проведение аварийно-спасательных работ, оказание медицинской помощи условным пострадавшим. В качестве зрителей и маленьких независимых экспертов были приглашены воспитанники младших классов первой школы Алдана. Второй этап соревнований пройдет 8 апреля в Якутске, где встретятся победители и будут сражаться за звание лучших на территориальном уровне. В Нерюнгринском районе зарегистрирован очередной факт мошенничества. 27-летняя девушка сообщила, что неизвестное лицо завладело принадлежавшими ей денежными средствами. Она пояснила, что разместила на интернет-сайте объявление о продаже детского комбинезона на мобильный телефон потерпевшей. Позвонил неизвестный мужчина и сказал, что хочет купить предложенный товар. Однако добавил, что находится в другом городе и может оплатить покупку только путем перевода денег на банковский счет. Она продиктовала злоумышленнику реквизиты своей Сберкарты. Практически сразу после их разговора на телефон заявительницы стали приходить смс-сообщения о том, что с карты сняли денежные средства. В итоге оказалось, что с карты потерпевшей были похищены 6 тысяч рублей. Все попытки дозвониться до так называемого покупателя успехом не увенчались. И женщина поняла, что стала жертвой мошенника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество. Проводится проверка. Продолжение следует... Согласно техническим характеристикам микроавтобуса, 12 человек – максимально допустимое количество пассажиров для перевозки. Как установили следователи, в момент аварии в салоне вместе с водителем находилось 15 человек. Ранее сообщалось, что 9 марта в Якутии на 143-м километре федеральной автодороги Вилюй произошло столкновение нелегальной маршрутки со снегоуборочной машиной. В результате ДТП погибли 4 человека и еще 9 пострадали. ВИИ, Кракен и Нежданчик. На сайте Минобороны стартовал финальный этап по выбору названий новейших российских вооружений. На официальном сайте Минобороны Российской Федерации опубликованы первые итоги конкурса для названия новых видов вооружения, о которой впервые рассказал широкой общественности президент России Владимир Путин на ежегодном послании к Федеральному собранию Российской Федерации. Теперь всем желающим можно проголосовать за окончательный вариант названий для лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета с ядерной энергетической установкой. Голосование идет полным ходом и с каждой минутой результаты меняются. На момент нашей съемки лидировали такие названия. На этом у меня все. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok